Здравствуйте! С вами Надежда Калинина, Академия Метафизики. И сегодня в рубрике «Полезный Бог» мы рассмотрим «Полезный Бог для Воды Ян» на примере карты Радислава Гондапаса. Досмотрев видео до конца, вы поймете, как полезный Бог делает жизнь человека успешной. И если ваш элемент личности Вода Ян, вы узнаете, кто же ваш полезный Бог. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик для того, чтобы быть в курсе метафизической информации, которая улучшает нашу жизнь. Спасибо за хороший совет, я никогда его не забуду. Подписались? Здорово! Один из методов анализа нашей натальной карты – это анализ по живописной картине. Мы представляем дату рождения в виде природной картины и понимаем, что же человеку надо для счастья. Именно эти элементы и делают жизнь человека счастливой, успешной и называются «Полезным Богом». Возможно, этот метод слегка эгоистичен, кто-то может сказать, но в таком случае всегда вспоминается инструкция при взлете самолета. Вначале помогите себе, а потом будут силы помочь и близким окружающим. Итак, если элемент личности – вода, ян, тогда мы можем представить человека в образе моря, океана. Конечно, по чистоте, качеству, море – море, рознь и океан – океану тоже. На картинке перед вами вы видите образ воды, ян, то есть это океан или, например, море. Что же этот океан делает красивый? Как вы думаете? Я думаю, вы догадались. Солнце. Именно благодаря солнцу океан блестит, да, или море блестит, и получается такая красивая, радушная дорожка. И океан показывает свою не только мощь, но и красоту. И вот на эти картины, когда мы смотрим в жизни, отдыхая на берегу моря, на берегу океана, мы смотрим и наслаждаемся красотой. Именно огонь, ян, солнце делает океан красив. И не только красив, благодаря солнцу вода прогревается, и получается такая благоприятная среда для жителей дна, для жителей моря, океана. Перед вами картинка, очень такая красивая, да, волны океана или волны моря, и солнце делает эту воду красивой. И также благоприятной средой для жизни. Соответственно, полезный бок для воды, ян, это огонь, ян, образ солнца. Это первый полезный бок для воды, ян. Теперь дальше погружаемся в знания, какая вода хорошего качества, которую пропустили через фильтры определенные, да. И фильтром очень часто бывает непосредственно серебро. Также мы с вами можем вспомнить праздник крещения, когда в воду опускают серебряный крест, и вода становится цветой, качественной такой. Второй полезный бок для воды, ян, это металл-инь, образ серебра. Перед вами две картинки, чтобы вам было легче запомнить. Это вот такая чистая водичка, да, благодаря серебру. И тоже всегда вспоминайте, вода, ян, это много воды. И мы вспоминаем праздник, это крещение, то есть серебро очищает водичку, и вода становится святой. Итак, металл-инь, это второй полезный бок для воды, ян. Посмотрите на данную картину. Что мы с вами видим? Видим либо океан, либо море, да, то есть большое количество воды, светит солнышко, вот такая лазурная гладь, водная лазурная гладь. То есть огонь, ян, полезный бог, вода, предполагаем, что она чистая, то есть металл-инь тоже есть. И что мы еще видим? Видим горы. То есть эти горы, они создают определенные границы. И вода, это же очень сильная стихия, она может залить все вокруг. И чтобы вода не натворила бед, естественно, преграждается скалами, горами. И полезный бок для воды, ян, это земля, ян, образ горы. И согласитесь, что когда мы видим горы, море, солнце, такая очень живописная, красивая картина. И, друзья, давайте посмотрим на вот эту картинку, тоже очень красивый снимок. У нас получается здесь море, возможно, или океан, то есть большое количество воды, то есть это вода ян. Мы видим солнце, которое делает всю картину очень красивой. Это огонь ян, это бин. Также вода чистая подразумевается, что есть металл инь, это второй полезный бок. И третий полезный бок, это горы, это земля ян. Но, конечно, очень важно еще знать непосредственно карту. Почему? Потому что, если, например, элемент личности вода ян, а вокруг одна земля, то горы уже полезным богом не будут в данном случае, потому что их уже много. Цель данного видео – это чтобы вы поняли, какие полезные боги для элемента воды ян. Повторяем, огонь ян, металл инь и земля ян. Друзья, сейчас нахожусь в периоде ресурсов. Соответственно, постоянно тянет учиться, приобретать новые знания. Пошла в школу Радислава Гандапаса. И, конечно, стало интересно посмотреть его карту Бадзы. Кто не знает, Радислав Гандапас – это титулованный бизнес-тренер России, известный в России, Украине и других странах. Специалист по лидерству, ораторству. Автор книг и фильмов. Очень нравится мне этот тренер. Давно слушаю его уроки видео. Он хороший мотиватор, оратор. Очень красивая и легкая у него речь. Свободно выступает на сцене. И видно, что это ему нравится. Кстати, знаете, какой элемент говорит нам о речи, которая как будто льется, как водичка в ручейке? Вода ян. Конечно, при этом она должна быть качественной. И давайте вместе посмотрим на карту Радислава Гандапаса. Элемент личности Радислава Гандапаса – это вода ян. И обратите внимание, на какой высокой фазе вода ян. Фаза – императорский светильник. Это самая высокая энергетическая фаза. То есть вода очень чистая, вода качественная, вода красивая. И рядом с водой ян. Какой элемент? Огонь ян. Полезный бок для воды ян, о котором мы сегодня говорили. То есть в карте Радислава Гандапаса встроен уже этот полезный бок. Это солнышко. И этот полезный бок, что очень важно, на высокой фазе. Посмотрите, фаза тоже императорский светильник. Очень хорошо, когда полезные боги в карте находятся на высоких фазах. Это очень хорошо. Потому что если на фазе, например, смерть или могила, то есть полезный бок есть в карте, но сил у него нет. Он не может помочь. Та же самая ситуация, когда, например, приходит полезный бок, например, на низкой фазе, или некачественный какой-то, или под контролем. Это уже немножечко глубже в Бадзе, это отношение между элементами. Но всегда обращайте не только на наличие полезного бога, а и на его состояние. В карте Радислава Гандапаса полезный бок на очень высокой фазе. Да, и вот помните, я вам говорила, что вода, ян, это умение красиво говорить. И если бы, например, вместо крысы в данном случае здесь была земля, земля, то так бы красиво Радислав Гандапас мне говорил. Это у него в природе. Да, конечно, человек работает, очень много работает над собой. И это тоже по карте видно. Но, я вам покажу, но уже родился с определенной картой. И вот речь, это очень сильное качество Радислава Гандапаса. Также это умение быть на сцене. Почему? Огонь Ян, это сцена, это шоу. И огонь Ян в карте Радислава, это полезный бок и на высокой фазе. То есть качественный он. Конечно, друзья, когда в карте встроенные полезные боги, намного легче строить свою успешную счастливую жизнь. Главное понять, в каком направлении. И тут Радислав, он вообще большой умница, что он выбрал направление говорения, да, ораторства, лидерства, вода. И это все на сценах. Данная картина нам описывает реальную карту жизни. То есть вот она, вода, красивая такая. И солнце, огонь Ян светит, и образуется вот такая гладь. Да, в начале жизни не все так было сладко. И чем ближе сюда подходил, к сорока годам, вот к этому промежутку времени, намного-намного уже становилось легче и жизнь становилась успешней. Огонь Ян. Для воды Ян, если мы вспоминаем круг усин, круг порождения, это склонность к богатству. Это карта богатого человека. Для которого финансы очень много значат. И он очень много работает. Когда так много денег в карте, это говорит и о желании работать. Это его образ жизни, да, вот эта структура карты, деньги. То есть он всегда стремится к финансовому достатку, работая. Так он сам и рассказывал, что он месяцами бывает в командировках, 18-часовые перелеты, встречи, конференции. То есть человек действительно много работает. И это в карте очень видно. И обратите внимание, если в начале жизни, да, вот допустим, до периода 20-22 лет, человек работал еще на зарплату, то есть тут зарплатные у нас деньги, то вот уже после 22-25 лет он уже потом перешел на гонорары. То есть это склонность к богатству. Это деньги уже дивиденды, это уже гонорары, то есть это уже большие суммы денег. И деньги на высоких фазах. То есть это карта состоятельного человека, что в принципе так и есть. Обратите внимание, у Радислава поддержка идет от его второй половинки. И по карте видно, что данный брак крепкий и очень важен для Радислава. Да, друзья, здесь есть определенные нюансы, но о них мы сейчас не будем говорить. Я думаю, что Радислав Гондопас никогда не страдал нехваткой внимания со стороны женщин. Почему? Потому что огонь это еще и элемент не только денег в мужских картах для водыян, а также это еще элемент женщин. И вот тут в карте мы видим много внимания, которое было предназначено Радиславу. Возможно, до данного брака было много других знакомств, но я всегда считаю, что понятие личная жизнь, на то она и личная жизнь, чтобы она все-таки оставалась личной. Обратите внимание, что вторая половинка супруга, потому что это дворец брака, должна быть очень интересной, красивой. Почему? Потому что крыса – это цветок персика, но это не личный цветок персика по дню, потому что личный цветок персика здесь петух, да, шэнзычен. Петух – это личный цветок персика по дню для Радислава. В столбе, в дворце брака у нас не петух, у нас крыса, но это тоже цветок персика. И так как это не личный цветок персика, это говорит о том, что вторая половинка будет очень такой интересной, красивой, симпатичной, привлекательной, харизматичной, сексуальной. В принципе, так оно и есть. И на экране вы видите супругу Гандапаса, Анну Ведуецкую, и действительно интересная, красивая женщина и в бизнесе, и дома. В 2019 году их пару отметили премией «Бизнес» пара года. Видите, фаза в столбе брака высокая. Императорский светильник – это хороший показатель для того, что брак будет счастливый. И я знаю, что вы очень любите, когда анализируем карты, потому что видите, как базы работает. И давайте немножечко мы пройдемся по событиям. Вот смотрите, в 1972 году Гандапас переехал с родителями в Одессу. И обратите внимание, что с 1971 года Гандапас вошел в период змеи. Змея – это одна из путешествующих лошадей. Но это не родная путешествующая лошадь, потому что родная путешествующая лошадь, так как это Шэн-Дзи-Чэн, это из тройки Шэн-Дзи-Чэн, и путешествующая лошадь – это тигр для данных земных ветвей, то это говорит о том, что он переехал с кем-то. Очень часто это переезд из-за родителей, например. И действительно, вот так и было. Вот это в 1971 году пришел период путешествующей лошади, мне своей, и переезд с родителями. В 1991 году закончил филологический факультет. Видите, как грамотно, речь грамотная, да, потому что вода, я на крысе, очень хорошая вода. Легко говорить, возможно, родители это и заметили в нем. Поэтому очень правильно было выбрано направление образования. В 1994 году устроился на работу замдиректора в Доме ученых Одессы и организовал учебный центр для подготовки. Вот с 1994 по 2000. И уже из комментариев Гандапаса я поняла, что вот этот самый первый бизнес каким-то образом он его потерял. То есть вышел с этого бизнеса. И это неудивительно. Почему? Потому что с 1991 года, обратите внимание, какой период у него был грабителя богатства. А грабители богатства они всегда забирают. И обратите внимание, фаза какая здесь была у Гандапаса, фаза смерти. То есть вот в такт такой, ну, слишком каких-то высоких, сильных достижений сложно добиться. Почему? Потому что, во-первых, низкоэнергетическая фаза. И во-вторых, грабители богатства. И грабители на чем? На его идеях, на его проектах. То есть, можно дословно перевести, грабители богатства забирают проекта. Ну, что, в принципе, так и произошло. В 2000 году он потерял данный бизнес. И в 2000 открывает свою компанию, которая тоже не принесла успех. Она просуществовала меньше года. Почему? Потому что 2000 год это был металл Ян на драконе. Дракон дает в воде Ян фазу могила. Такт с фазой смерть, год с фазой могилой. Я думаю, в тот год было все не очень просто у этого человека. Думаю, тот промежуток времени был совсем непростой. Поэтому очень хорошо, да, вот заранее знать свою карту. И тогда вот в 2000 году можно было не вкладываться в открытие бизнеса. Почему? Потому что заранее человек понимает, что он может поднести потери и разочарования. Либо продумано уже действовать с учетом и грабителя, и с учетом элемента года. 2000 год это год металла Ян на драконе. Но металл Ян для воды Ян это не полезный элемент. Почему? Потому что металл по живописной картине Ян это образ груды металла. И он что делает? Он начинает ржаветь в воде и портит эту воду. То есть вот эти ресурсы, с одной стороны, можно было бы сказать, что это полезный элемент. Но вспоминая живописную картину, понимаем, что здесь будут какие-то сложности. Металл Ян, металл Уинь это большая рознь. Металл Уинь это полезный бок, он делает воду качественной. А металл Ян загрязняет воду. Для металла Ян должны быть определенные тонкости. Следующий момент, обратите внимание, вот в 2001 год Гандапас входит в период тигра. Тигр это родная путешествующая лошадь. И в 2001 году переезжает в Москву из Одессы. То есть это большое расстояние, пришла путешествующая лошадь и он переехал. И потом уже пошли плюсовые периоды. Во-первых, он уже был плотно в этом периоде. В периоде полезного бога. В периоде с 11 года, посмотрите, пришел еще один полезный бог. Это металл Иинь, причем на своем полезном боге. И дальше, друзья, уже идут высокие фазы. То есть вот эти все периоды, они успешней и успешней сделали жизни Радислава Гандапаса. Да, конечно, со своими взлетами, со своими определенными падениями. Ведь еще не только такт на нас влияет. Влияет еще непосредственно каждый год. Дает определенные изменения в нашей жизни. Но в любом случае, когда в карте есть встроенный полезный бог, когда такт с полезным богом, например, с 11 года по 21 год, то, конечно, тут успех однозначно будет. При том, что еще сам человек вкладывается в свое дело и продолжает себя реализовывать, продолжает работать. С 2021 года Радислав Гандапас входит в очень высокий пик. Это императорский светильник. Императорский светильник, фаза энергетическая. Это можно представить себе, человек стоит на горе, вот у него уже все есть, он уже все организовал, у него все замечательно. В этот промежуток времени очень важна благотворительность. И так как это элемент крысы в данном случае, то надо много обращать внимания своей супруге. И тогда обязательно все будет хорошо. Ну, друзья, дальше погружаться в жизни Радислава Гандапаса мы не будем. Но, я надеюсь, вы увидели, да, как хорошо, когда в карте встроен полезный бог, и как наша карта Бадзи нас ведет. И, конечно, очень здорово, когда мы это заблаговременно знаем и понимаем. Подведем с вами итог. Полезные боги для воды Ян – это огонь Ян, это металл Инь, и это земля Ян. Вспоминайте всегда вот такую красивую картинку, где мы с вами видим бескрайний океан или море, светит солнышко, вот такая дорожка у нас красивая, и горы или скалы. То есть у нас получается вот такая красивая живописная картина. И эта картина – это как жизнь человека. Друзья, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, и будем дальше создавать новые ролики, новые проекты, получать знания, которые позволяют нам быть счастливыми и создавать свои живописные картины своей жизни. Используя знания медофизики, мы делаем свою жизнь успешней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!